И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю делать фарк, сорвавл вау, все так же на выжженных землях. И как вы видите на заднем фоне, у меня, во-первых, вот такая мега супер теплица. Да, этого достаточно. Эффективность 300%, это реально достаточно, почему бы нет. Поставил айтем сборщика, два компоста, и все хорошо. Хорошо, поставил 6 бочек, но смотрите, в чем проблема, не орошается. Она подключена к трубам, все дела, все хорошо, то есть вот это вот орошается, вот это не орошается. Самое, что смешное, даже вот эти не орошается. Откуда здесь вода? Сейчас покажу, сейчас покажу. О, кстати, да, у меня еще один шелкопряд, если не ошибаюсь, 80 левел был. Вкачал вес, почему бы и нет, потому что мою жирную тушу надо таскать, и как бы, о, нормально. То есть от левела прокачка нехило влияет. И, собственно, сейчас покажу, в чем прикол. Если выйти за дом, то можно увидеть трубы, которые идут вниз, 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 вниз. Короче, сначала я сделал внизу дачу, назовем ее так, с бочками. То есть здесь что-то просто поставил, то есть вот он, крантик, вот хоп-хоп, все дела, создается пивас уже, вот, по 7 штук в каждой есть. В общем, пиваса, дофигаса, все хорошо. Потом я на базе у себя установил этот. Сейчас вернем на место. Отлично. Сейчас там все будет орошаться. Потом на базе у себя установил кукер, ну, этот, который готовится. Ну, и, соответственно, подключил его к воде. И вот же ж говно. Он орошался, но орошался, ну, сами понимаете, как быстро пополняется колодец водой. Ну, камон. Он у меня за полчаса примерно заполнился, там, порядка 5, что ли, ведер. Он там какие-то копейки заполнился. И вот, смотри, сейчас орошается. Орошается. И, да, здесь уже тоже по одному пивасу, да. Я уже потом понял, что, блин, я же к этому всему подключил. То есть у меня сейчас вот оттуда идет труба вот так вот в дом. Из дома идет туда труба вниз. И, кстати, спрятался труба. Вот, и такая вот фигня, скажем так. Беда, бедовая. Сделал такой навес и разукрасил его изум. Кстати, на вот этот домик, на этот маленький домик, чтобы все покрасить, ушло 50 краски. От всей краски у меня осталось только вот эта вот последняя краска, 50-я. Прикиньте, ну, это вообще печальная. А, ну да, я тут еще печку красил, все, короче, вот это тоже покрасить. Короче, красил все, что попадалось под руку. И вот, собственно, теперь она орошается все по-нормальному. И воды здесь дофигища. Установил велелку, потому что нужно было для синего кибла вяленое мясо. И, поэтому, сделал, почему бы нет. Да, это я сейчас синяя этот залутал. И, кстати, вот с этой читерной фигней. Во-первых, она бесконечная, да? Во-вторых, когда-то ее закинул сюда, можно скрафтить по-новой из нее же. И, оп, она заполнилась водой. Читерно, читерно, знаю. В окна поставил вот такие кондиционеры. Не знаю, показывал, не показывал. Здесь уже все, а не показывал, я только переехал. Здесь, вот, у меня везде кондиционеры. То есть, у меня в доме... Ого! Джоли 3700. Около него, а нифига себе. Очень, короче, вот эти кондиционеры нам намного прикольнее, чем те. Ну, по крайней мере, они какие-то более логичные. И устанавливаются в окна. Так, по крайней мере, более как-то попрактичнее. То есть, ну, не знаю. Я так считаю, поэтому пускай будет. Да, такие кондиционеры у меня тоже тут стоят. Вот здесь стоят, здесь стоял, потом сломал я его. Вот, и как-то так. Силу нашел к опряду, но у меня сейчас нету ресурсов. И вот, как бы, вот так-то так. В целом, все подключено к генератору. Я не знаю, как оно работает, но даже химическое это работает от генератора. То есть, я сначала поставил генератор, потом ее, и гоп, все работает. Не знаю, как это работает. Бага-не-бага, но, в общем, работает-то, слава богу. Да, и вот сейф, сейф. То есть, как бы, пускай будут. То есть, реально, вот так два сейфа вполне достаточно. Единственное, что под вот эти вот фигни можно определить, ну, под ресурсы с мобов, можно определить маленький шкафчик обычный. То вот, как-то и все, пожалуй. В целом, в целом, что... Не знаю, домик, там, как вариант, наверху что-нибудь украшу. Ну, даже такого дома мне как-то многовато. Ну, хотя вот этот уже домик так получше. То есть, здесь меньше свободного пространства. Меньше пустого, ненужного свободного пространства. Хотя вот на вот этой территории теперь дофига пустого, ненужного пространства. Но это я пока что так думаю. Здесь он поставил плашку в телепорте, чтобы она не мешала никакому. В целом, что у меня по планам. Ой, текстовый комментирует свернул. По сути, а мне нужно... А, ну ладно, сейчас расскажу. Ловушка на виверну, яйцо виверны. То есть, виверну вырастить. Големов нужно будет обязательно попробовать. Я вообще големов томил один раз, и это было так тупо. А там столько много способов томить, я уже один попробую, он дебильный. Ракетница томить, это дебилизм. Урона много вносит, а торпора он вносит мало. Он, типа, там быстрее убьешь, короче. Пещера, мантикор, по сути, все. То есть, по сути, здесь делать-то нечего. Да, только нужно будет обязательно все заметки посетить. И сейчас, вот сейчас, единственное, что я точно могу сказать, мне нужно будет обязательно пройтись по лучам и все это дело полутать. Виверна. Я посмотрел, как комметы лутают все это дело с виверн, и единственное, что могу сказать сейчас точно, мне нужно будет... Мне нужно будет поймать виверн. И, то есть, самое первое, да, я две путылки наделал. Самое первое, что нужно будет, это поймать виверн и с них молоко. А ловушка, это, конечно, дело такое хорошее, но... Мне просто сейчас будет нужно вбиваться, чтобы на шелкопряде летать. Аргентавица, слушайте, томить я не хочу. По идее, пока что это без надобности, но там будет видно, что когда где. И сейчас пойдем за виверн. Ловушка, я думаю, построю простую. Единственное, что вот да, у меня нет еще вот какого-то хорошего предмета на оглушение. У меня обычный арбалет. И я бы, конечно, лучше бы сейчас по этим побегал, по лучам и полута... Слушайте, давайте я сегодня лучше по лучам, побегаем и полутаем лучи. Это без вариантов нужно. Учитывая, что я уже сколько-то балтологии устроил. Еееей, леди. Потому что реально я дофига чего сделал за кадром. А вот. Решил, что все-таки все здесь оставлю. Почему бы нет. Пускай тоже добывает. Мне пивас. Вот. И... Уже в следующей серии пойдем по вивернам. Смотреть, что, когда, где. А сегодня пойдем полутаем добро случай. И не только случай. Так. По-быстрому забабахал ускорение. Давай здоровечку. Вот. Пять 400 точно хватит. Залетаем. Залетаем. По идее, нашелка... Да, нашелкопряды так же действуют. И... Оп. Погнали. В целом... Кстати, вот такая фигня очень здесь часто. Здесь очень часто лучи с блюпринтами. Там очень часто лучи с блюпринтами. Генадун тоже, по сути, нафиг не нужен. Но очень много легендарок. Что этих... Самих предметов, что рецептов на предметы. Очень часто легендарки встречаются. Прямо до одурения. Силут решилкопряды. О, кстати, мне второе нужно. Металлические штанцы, кстати, тоже пригорятся. Ну, алло. Ай, ёп. Твою ж... Мать! Вот это вот, короче, надо сюда не садиться. Оп. Второе седло на шилкопряды, да, пригодится. А то в этом оно дерьмоватое. Ну вот. Уже вот как и там результат. В целом, давайте я лучше буду полетать. И когда буду к лучу подлетать, лутать, тогда буду показывать. Ну, показывать, что-то когда-где. Горный элементарь сорокового лава. Кстати, я видел еще, был написан про топижар при ловле. О, боже мой. Сколько всего, и все говно. Во крайней мере, оно довольно стоит, чтобы вот так спускаться. Про топижар, типа, притомить это пижару, и на топижару, это типа как птерчик будет в плане полета. Но, честно, я очкую, и то, что я вот видел, это будет самый лучший вариант, только лутать, лутать яйки. Вот, опять-таки, видите, синий легендарный блюпринт. Ну, так вот, вот как-то. И такое очень часто. Хотя, чаще всего всякое говно, конечно, но все равно. О, кстати. Я думаю, здесь будет что-то типа заметочки, да? Ну-ка, а, точно. Блин, вот... Удивляет, как вы, выживший, находите решение о проблемах, оказавшись в незнакомом месте без дагига инструмента. Просто ломать деревья руками. Сложно тебе попросить, что это может дать результат. Меня удивляет, как вы, выживший, находите решение о проблемах. Так, погоди-ка, а, не, громкость голоса-то на максимум. Это вообще громкость голоса-то есть, жаль. Например, как ты построишь клепость в открытом луке? Или посреди извергающихся вулканов? Да тебе не довели ломать, дружище. В целом, прикольные эти заметки. И, кстати, она очень часто вот так багается. Я какую-то заметку находил, и она вот так вот забагалась. У меня она была только желтой, а сейчас красная. Очень, сейчас повторюсь, у нас в Керче очень удобно искать. Ты вот видишь вот эту вот фигню, и типа, о, круто. Туда мне точно надо. Блин, классно. О, кстати, наверное, желтый приземлился уже. Здесь просто вот такой вот желтый. Это огнемет. Так, заметился? Отлично. Ну, а зато ты резкая поносятина. Оп! Че, могу, да? Эй, да пошел ты в жопу, короче, задолбал мне уже. Эй! Дурная шелкопредина. Вот что вот тебе приспичило меня бить? Ты понимаешь? У меня тут это, боймашина на плече. Так, где ты? Вот, отлично. Погнали! Под такую прекрасную музычку. Кхм, простите. Блин, так ярко, хотя это это... Кстати, вот от такого бага избавиться вот от того, что она это легко. Оп! И все, я на основу обычная. Меня, кстати, всегда прикалывает, как голем обречется. Хе-хе-хе-хе. У вас так незаметно. Ой, а что это за камешек? Хе-хе-хе-хе. Блин, он даже не садился, понимаешь? Насколько это тупо. Хе-хе-хе. Ладно, мои там, с скорпионами. Хе-хе-хе. Но это, честно, меня всегда прикалывает. Кстати, то, что у меня в первый день фортануло, в первый, да, по сути, в первый день, и там было три красных луча, это прям, ух, сейчас прям вообще никак и никуда. Да, я тут хпшку прокачал. А че еще качать? Выносливость не заканчивается никогда с этими супами. Вес, как вариант урона, он вообще ничего не наносит. Типа, а че качать? Поэтому ничего и не качаем. Здоровье, пускай, будет выживаемость получше. Да, еще бы удачу на лучи. Побольше. Хе-хе. Зато есть и вот такие лучи. Металлический указатель, еще блюпринт. Ужасно. Э-э-э-э. Серьезно? А, чертное паканое говно, а? Вот как они так проваливаются? Кстати, это и раздражает. Вот он стоит, гнида. Вот как ты туда, сволочь, провалился. Еще хотелось бы вот этого завалить, но боюсь он меня развалит быстрее. Уи-и-и. Полетели дальше. Ух, какой красивый лучик. Жалтенькой. Красивенькой. Блин, все еще до сих пор кажется, что на яркости. Ну, надо ждать пока приземлиться. В округе никого. Ну, идите, залутаю. Не очень. Вот как? Ну да, фиг с ним. Решил проверить, что будет, если я его обосрал. Ммм, не попало. Ну-ка, а? Да, блин. Новый залет. Ммм, не агриться. Прикольно. А-а-а. Желтый лучше залутал. Хо-хо. Блюпринт запилы. Классенький. Но ненужненький. Опять-таки же, благодаря кайфовому богомолу. Блин, застрял. А-а-а. И пошел ты. О, да и пошел ты дважды. Да-а-а. Ну, я сразу говорил, что это не нужно, потому что это шлак и вообще он застрял. Очень часто здесь багается, особенно вот саманные вот эти вот-то все. Я на свою базе, знаете, сколько раз застревал? Просто идешь, прыгнул и застрял. Прыгнул и застрял. Да, ну и я тут еще всякую фигню утал и для того, чтобы обновить лучи. На Скёрче, в общем, вот этих вот багов застревание в текстурах намного больше, чем на Айсланде. До тупости больше. Не знаю, с чем это связано. Но карта намного сырее. Фу, картость. А вот это уже поинтереснее, но... Классный, да? Дроп. Не, вот с таким лутанием дропов я точно ничего не залутаю. Прям... Просто седло диплотка может было бы разобрать на ресурсы. Огнемет. Ну, а что, огнемет тоже можно разобрать на ресурсы. Только... Как это залутать? Ну, как говорится, кто бы знал. Тот, как вивернип, не летал. А, значит, за мной гналась. Ну, а для анкилки, жаль, туканкилку я там и здесь не буду. Ну, прикольно. Тоже. Серьезно? Дурмоль! Ты что творишь? А если попадешь... Сумасшедшая троги. Да пошел ты. Да пошел ты. Пошел ты. Ты ты первый, не ты последний, кто пытается меня убить. Тоже пытаются. Не раз. Точнее, пытались. А, я удрал от них. Я быстрый. О, прикольно. Пока лутал всякие эти, себя опнул. Давай. Ну, пусть... Сто... Сто... Сто 17 левел уже. И, кстати, да, я здесь прокачал немножечко вес. Скачаю выносливость, потому что реально уже больше качать нечего. А лучи... Говно. Я не знаю, как мне тогда повезло, но сейчас лучи одни говно. Кое-как желтые, и то порой они такие, что... Некоторые синие лучше, чем те желтые. Фиолетовый лук. Интересно. Вот. Так, 16-ый и... И... И второй. Эх, нет. Я не помню, чтобы мне попадались цветные луки. Честно. Сто процентов они попадались, но я это не запоминал. Тритератопс, желтые село. Прикольно. Вот, кстати, вот это... Вот это даже. Да, даже тот лук, либо вот это, пару лучше, чем некоторых желтые дропы. Я не понимаю, как это работает, но вон он... Вот, так и работает. А, кстати, да, и еще я уже один закончился, то что уже больше полчаса летаю. Ну, по чем-то лучше, салки. Да уж. Мне густо за полтора часа реального времени. Вот, кстати, примерно про что я говорю. Но такие мне тоже приходится лутать, так как я считаю, что... Ну, типа, так быстрее они обновляются. Наверное. Не знаю, пофигу, а куда деваться. О, мой домик. Мой красивый домик. Нет, слушайте, реально. Как-то крупный, не знаю, зачем такого говно-батс сделал. Ну, допускаю будет. Опять седло для марлокапса. Чёп, легендарная. Так, никто не нападает. Отлично. Получаем. Это вроде бы хуже. О, зато можно на ресурсы пустить. Да уж, седло для манты. не конечно выживаться землях там нет воды мне седло для манты очень пригодится и таких сети абсурдов очень много на мазазавра если не ошибаюсь тоже мне что-то подавали я не думаю что она это пустой лечу благодаря скорости я улетаю но этим четверным способом я не буду лукать яйца и верно кому в чем прикол тогда это интересно кстати вот на юго-востоке там вход в пещеру там находится ности по заметкам а вот это что за город а юго-западе ржун или это не гор выглядит как арен для вызову верно какой-то кстати было прикольно если по виверну вызывалась именно здесь прям было бы реально прикольно богомол махать с грифом но все равно непонятно что это за город ведь это же по факту город и что вообще вот откуда он взялся молочу понятно поэтому миру ну мне было бы интересно вот реально интересно было бы узнать всю историю всех островов всех руины все и желательно не в текстовом а формы видео читать лень видео-то по заметкам я знаю где все заметки читают но вот это непонятно непонятно а прикольно а ности там подумал а может это те самые руины которые были получаются еще до ности возможно что то что здесь рядом и верно возможно возможно это тот самый самый развалины которые находится надо будет еще раз пересмотреть заметки но это по ходу дела не красный луч красный луч красный луч красный луч вот это ности и здесь должен быть вход в пещеру как быстро потемнела весь еще не попадается тоже не очень у тебя с другой стороны седло богомола это неплохо хотя на 27 броней почему она синяя аж белым должно быть 27 брони а не прямой эти рецепты все отлично красненький луч что ты мне несешь подскажи о сушу вот это прикольно конечно нафиг все не нужно уже ноут прикольно надо лутать еще один луч пока ждал того луча чтобы приземлился новый заспавнился круто чел фартить что ли начало я не против потом фиолетовые тоже должно быть счет хорошая шарапас так ходит до сих пор что у нас здесь вот вот и как понимать а здесь авто другом это назвать много я просто забыл ягодки положить теперь хавает очередная желтый крит но он не пойдет равно все равно полная и ничего с другой стороны зато можно нарез разбирать так не кисло короче можно так сказать за час улова как красиво кайф за час улова мы получили ну вот это вот и все целом неплохо но могло быть и лучше жопа короче жопа жопа что я но бог с ним я уже с вами буду как говорится пожалуй прощаться как всем спасибо за просмотр не забывать конечно делиться моими друзей на это все всем удачи всем пока всем счастливы добра всем пока завтра пойдем чем завтра пойдем за виверными все нормально будет они то что сейчас пока